Вас снова приветствует канал VideoNews и мы продолжаем публикацию серии видео обо всем интересном вокруг нас. Сегодня мы поговорим с вами о метеорном потоке Персеиды, тем более что для этого есть прекрасный повод. Каждый год на период с 11 по 13 августа припадает пик выпадения метеоров этого потока, который дарит всем нам поистине сказочное зрелище. Не оставляющие из года в год равнодушными как любителей астрономии, так и профессионалов. Давайте в этом видео кратко пробежимся по тому, что нам известно об этом, пожалуй, самом ярком и интенсивном метеорном потоке, который радует нас каждый август. Начнем с того, что радиант припиковой интенсивности потока, то есть точка выпадения метеоров на небе, находится в созвездии Персея, куда она перемещается с Кассиопеи и откуда потом двигается дальше в поле созвездия Жирафа. Отсюда происходит, собственно, и название потока, который ежегодно проявляет активность в период с 17 июля по 24 августа, причем максимум приходится обычно на 12 августа. В эту ночь и близкие к этой дате ночи число метеоров обычно достигает около 60 в час. Самое первое упоминание о персеидах датируется 36-м годом нашей эры в китайской летописи. С тех пор этот метеорный поток довольно часто упоминался в китайских, японских и корейских летописях в период с 8 по 11 века. В Древнем Риме поток считался спермой местного башка Приапа, который таким образом удобрял поля. В Европе со временем персеиды стали называть слезами святого Лаврентия, так как фестиваль святого Лаврентия Сан-Лоренцо, который проходит в Италии, приходится на самый активный период метеорного дождя 10 августа. А в Греции и Византии яркость потока метеоров персеид связывались с преображением Господним, праздник которого преподает на 6 августа. Официально считается, что первооткрывателем ежеводного метеорного дождя Персеид является бельгийский астроном Адольф Кеттели, который впервые среди европейцев описал этот поток в августе 1835 года. Первым же исследователем, который подсчитал количество метеоров в час, был немецкий астроном и математик Эдвард Хейс, который установил максимальную норму 160 метеоров за час. К этому добавим, что с тех пор интенсивность выпадения метеоров из года в год не является постоянным, а иногда разнится даже в этом плане и довольно существенно. Персеиды стали первым метеорным потоком, который связали с определенной кометой. В период с 1861 по 1863 год наблюдатели заметили увеличение количества и интенсивности выпадения метеоров, что сподвигло итальянского астронома Джованни Вирджинио Скиапарелли рассчитать траектории полета нескольких метеороидов из потока. В результате он обнаружил, что они совпадают с орбитой кометы Сифта-Таттла и Летутля, которую открыли в 1862 году, когда она проходила близко к Земле. Добавим, что орбитальный период кометы Сифта-Таттла составляет 133 года. Учитывая то, что последний раз она сближалась с Солнцем и Землей в декабре 1992 года, то до следующего ее визита в 2125 году, как не грустно это констатировать, смотрящие это видео вряд ли доживут. Поток обломков от кометы Сифта-Таттла называется облаком Персеид и тянется по ее орбите. Большинство частиц, попадающих в атмосферу Земли, были частью облака около тысячи лет. Они представлены как небольшими крупицами льда с хвоста кометы, так и достаточно увесистыми камнями, вырванными с поверхности кометного ядра. Размеры облака в окрестностях Земли оцениваются примерно в 0,1 астрономической единице в поверечнике и в 0,8 астрономической единице вдоль орбиты Земли. Когда частицы из облака Персеид входят в атмосферу нашей планеты со скоростью около 60 км в секунду, а это примерно в 30 раз быстрее, чем движется истребитель F-35 на форсаже, они излучают свет при столкновении с молекулами воздуха. Это происходит из-за того, что во время столкновения заряженные частицы, известные нам как электроны, отрываются от своих атомов в составе молекул воздуха и других веществ в атмосфере Земли. Получается, что даже небольшие частицы размером с песчинку могут вызывать излучение такой яркости, что на Земле у наблюдателей часто возникает иллюзия вспышек звезд. Конечно же, камни покрупнее из облака Персеид становятся яркими болидами и даже метеоритами. Кстати, несколько ярких метеороидов, выпавших в конце июля и начале августа 2021 года, и о которых мы вам уже рассказывали в наших предыдущих выпусках, вполне могут быть связаны с метеорным потоком Персеид. Задокументированные наблюдения за потоком в 1836 году гласят о том, что в начале августа на протяжении недели крупные метеориты и болиды пролетали на территории Западной Европы каждый день. Один из фрагментов от такого метеорита, упавшего в Англии, сейчас хранится в музее Британского Королевского Астрономического Общества. Как интересный факт отметим, что на Персеиде грешат в том, что именно этот поток угробил 12 августа 1993 года европейский спутник связи Олимп-1. После этого поток Персеид пытается моделировать для обеспечения безопасности космических полетов. Наблюдать за Персеидами, конечно же, лучше всего и с северного полушария. Считается, что их интенсивность в среднем восточном полушарии будет больше в первой половине ночи, а в западном – ближе к утру. Поэтому, дорогие наши зрители, если у вас сейчас стоит прекрасная погода и у вас ничто и нигде не горит и не подгорает, устраивайтесь ближе к вечеру где-нибудь поудобнее и наслаждайтесь этим сказочным одним из чудес мироздания. А если у вас все же плохая погода или какой-нибудь другой форс-мажор, то посмотреть за потоком можно и в режиме онлайн на сайтах и каналах ведущих космических агентств и обсерваторий мира. Соответствующие ссылки вы можете найти в описании под этим видео. На этом канал Видеоньюз желает вам приятных астрономических наблюдений и благодарить всех вас за внимание. Как и прежде, выражаем надежду на то, что наш рассказ стал для вас полезным и интересным. Смотрите нас на видео, ставьте лайки, комментируйте увиденное и услышанное, а также подписывайтесь на наш канал и следите за его обновлениями. Продолжение следует...